Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero и сегодня я нахожусь на своем бездонат аккаунте, на котором мы сегодня будем закупаться, поскольку действует черная пятница. Возможно, конечно, в тот день, когда выходит видеоролик, уже черная пятница в наших гаражах, да и в нашей игре отсутствует, но я уже успел сегодня закупиться, точнее закуплюсь вместе с вами, поделюсь теми, возможно, предметами, которые я сегодня приобрету, прокачаю. Также мы откроем сегодня, друзья, вместе с вами большое количество контейнеров, 111 обычных контейнеров, недельные контейнеры, ультра, которые уже, к сожалению, устарели, но и старые недельные контейнеры также откроем, поэтому усаживайтесь поудобнее, если вам подобные форматы видеороликов нравятся, да и в целом вы следите за моим аккаунтом бездонат, и вам интересно, не забывайте обязательно поддерживать пальчиком вверх подобные видеоролики. Ну и также не забывайте участвовать в нашем розыгрыше по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте в настройках аккаунта, заполняйте форму, которая есть в описании и побеждайте. В наших призах, друзья, аж полтора миллиона кристалликов, которые мы вместе с вами разыграем, ну и также помимо кристаллов у нас горы танкойнов, которые тоже будут в скором времени разыграны. Поэтому я вам желаю успехов и удачи, друзья, а я в свою очередь уже потихонечку выдвигаюсь куда, друзья, наверное, в первую очередь мы подкрываем контейнеры, поскольку от них будем уже отталкиваться, насколько много кристалликов впадет, насколько много танкойнов нам дадут. У нас сегодня в планах, помимо прокачки и покупки дрона, кстати, мы себе приобретем третий модуль, наконец-то. Хотя есть желание вместо модуля взять себе, возможно, челлендж, в котором находится Изида Вампиризм, но, как вы знаете, на моем аккаунте Изидки нету, нет хороших дронов пока что в данный момент, поэтому мы сегодня прикупим. Но, скорее всего, все же обойдусь без челленджа, поскольку реально затраты придется сделать много, возможно, мне не хватит, поэтому, наверное, остановимся все же на Викинга Молоте, на модулях, на некоторых дронах, которые тоже сегодня приобретем. Давайте начинаем, я думаю, что медлить не будем, откроем, наверное, все контейнеры, друзья. Вы, кстати, если, друзья, хотите, чтобы я сделал открытие на основном своем аккаунте, а там, кстати, контейнеров довольно много, я быстренько сейчас на экранчике вам покажу. Аж 240 штук, при этом в наших старых контейнерах, которые у меня уже давненько в гараже, появились новые предметы, а именно иммунитеты на паладина, на тот корпус, которым мы в последнее время активно играем, лично я его активно использую. И если мы наберем большую, прям нереальнейшую активность, то есть каждый лайк, который вы поставите под этим видеороликом, мы будем открывать ровно один контейнер. То есть наберете 100 лайков, откроем 100 контейнеров на моем основном аккаунте, постараемся выбить как можно больше устройств. Наберете все 250 лайков, либо 240, как у меня контейнеров, мы откроем все контейнеры, поэтому у вас, наверное, есть в течение суток времени прожать пальчик вверх. И по итогу дня мы откроем как раз то определенное количество контейнеров и постараемся как можно больше заполучить устройств. И надеюсь, что мы сможем, возможно, помимо устройств выбить какие-нибудь красочки, которые есть еще на аккаунте, поэтому от вас требуется нереальная просто активность. А я возвращаюсь на свой бездонт аккаунт, на котором сейчас мы будем вместе с вами открывать уже, начинать контейнер. Поэтому меньше слов, больше дела. Контейнеры я копил довольно много, друзья, наверное, в протяжении трех месяцев. Не покупал челленджи, поскольку нету танкоинов, это аккаунт без доната, да и в целом, и даже на основном аккаунте не приобретая ничего. А разве что за турниры падает небольшое количество танкоинов, которые могу уже позволить себе потратить либо же на модуль, либо же на ультра контейнерах, либо же на что-нибудь еще. Но зачастую это тратится как раз на челленджи. Я надеюсь, что мне сегодня хотя бы какой-нибудь, не знаю, ну миллиончик, конечно, вряд ли, три дня према, приятненько. Сможем в ближайшее время вместе с вами поиграть на стримчиках, полтонять заданочки, ну и пофармить кристаллики, которые нам, возможно, еще пригодятся. Надеюсь, что мне кристаллики упадут в большом количестве, потому что реально хочется что-нибудь себе приобрести. Возможно, мы сегодня даже не один дрон купим. Возможно, поскольку скидка 50%, скидка приятная. Жалко, конечно, миссий нету, но будем отталкиваться от количества кристалликов. Точно прокачаем на шаг молд, точно прокачаем викинга. Купим третий слот, купим модуль от одного вооружения, которое, мне кажется, будет актуально на моем аккаунте, чтобы было гораздо комфортнее играть. Хотя в последнее время я даже играю периодически без рейдистов. Краска, Республика Корея и красочка Енотик. Не знаю, для чего мне эти краски, но и ладно. Возможно, как-нибудь пригодятся, где-то, возможно, реализуем. Хотя я лишь играю на одной краске, это Тимпойнтерс, других вариантов у меня пока нет. Австралия и краска с любовью, друзья. Ну, блин, так себе, скажем так. Не то, что хотелось, поскольку синего свечения может выпасть 25 тысяч, могут выпасть батарейки, может выпасть даже 10 дней премиум аккаунта, а мне дают краски, которые, ну, по факту, мне вообще не нужны. Наверное, ни разу не одену, ни разу даже не посмотрю на них, поэтому обидно немного, но и ладно. Как бы есть, как есть. Надеюсь, что реально что-то еще годненько на выпаде. Давайте попробуем еще раз поэкспериментировать. В 15 мы открывали, открывали по единичке. И пока что ничего прям интересного, хотя с 15.3 дня прямо приятно, но это мало. Максимально мало, тем более на этом аккаунте реально все требуется максимально. И припасы, и батарейки, и премиум аккаунты, кристаллы, устройства тоже возможно, хотя лишь одна пушка, может быть, в дальнейшем мы прикупим что-нибудь. Сегодня, конечно, можно было бы купить себе новый корпус, либо новую пушку, но только при том условии, если нам выпадет, ну, хотя бы 300 тысяч, да, не меньше. Лучше всего миллиончик. Наверное, я прям многого хочу, поэтому вряд ли сегодня это получится реализовать. По одному контейнеру чего-то вообще не падает. Кстати, Коста-Рика. Ну, ладно, думал, что премиум аккаунт, думал, что реально что-то серьезное, но нет. Давайте открываем 15, думаю, что медлить не будем. Раз и по пятерочке пока что ничего не дают, по единичке не дают. Может быть, с 15 попробуем рискнуть. И хотя бы та же премочка на 3 дня еще раз дропнет. Тоже будет приятно, но нет фондов, друзья, у нас нет ни фондов, ни миссий, нет повышенного опыта. Поэтому премка в целом, ну, как бы, наверное, по большей части не нужна. Приятно, конечно, бонусы небольшие получать на Харечка. Защита, кстати, или этого. Мне, кстати, по-моему, еще, кажется, сейчас будет... Да, новогодний носок и 100 тысяч дайте. Будет приятно. Наступление. Две краски и защита на Харек. Ну, в принципе, пойдет. Защита на Харечке, которую, может быть, в дальнейшем мы приобретем. Две краски, ну, такое. Такое приятно, конечно, новогодний носок, праздничная атмосфера потихонечку к нам присоединяется. Но все равно. Не то, что мне реально нужно в этом аккаунте. Краски, красками. Но мне нужны те предметы, которые в боях будут сильно решать. У нас, кстати, друзья, в гаражике, да и в целом в магазинчике, да и в целом в лобби появились новые звуки в игре. Мы сейчас, кстати, их послушаем. Потому что реально об этом нигде не писалось. А я уже их слышу. И не раз, пока заходил на аккаунт. 10 дней према. Вот это копилочку. Хорошо. Приятно. Может быть, хотя бы на следующей ультра в кенде какой-нибудь нам хватит. Ну, нам хватит. 13 дней према на безнате. Жестко. Максимально круто. Давайте забежим куда. Ну, во-первых, звук в лобби. Я думаю, что что-то вы услышали. А также звук в магазинчике изменился. Такой приятненький. Атмосфера тоже приятна. Возможно, это уже разработчики готовятся к новому интерфейсу. Но и звуки, по-моему, отличаются еще, когда вы заходите в гараж сам. Поэтому слушаем. Ну, что-то добавляется, да? Где-то чего-то совмещается, где-то чего-то добавляется. У нас остается 21 контейнер, друзья. 21 контейнер. И я боюсь, что у нас не получится прям много чего убить. Потому что реально мало контейнера. Давайте 15, потому что с 15 хоть прямка падает. Ну, и 2 филятки до этого тоже было. Но не совсем нужны предметики, к сожалению. Поэтому надеемся. Хотя бы по 3,5 тысячи. Уже в копилочку там получается около 15 тысяч. Тоже приятна цифра. Если каких-нибудь, не знаю, 600, может быть, 650 тысяч будет. У нас, кстати, в недельных контейнерах по 10 тысяч будут давать. Поэтому цифра будет довольно крупная у нас сегодня. Надеюсь, нам хватит. И, может быть, если останутся кристаллики, мы куда-нибудь еще их вложим. Либо оставим на будущее прокачки. Поскольку прокачать себе дрон дорогостоящее удовольствие. И даже если мы сегодня все не потратим на будущее, точно нам кристаллы нужны будут. Поскольку на аккаунте я не столь активно играю. Хотя, может быть, в скором времени начнем активнее играть, как только прокачаем. Давайте, наверное, 10 ультра-контейнеров оставим напоследок. Откроем начало старые недельные контейнеры. Которые прям максимально старые. Которые должны падать 3 танкойна. Вроде бы за 1 контейнер. У нас, поскольку их 6, то умножаем все на 6. По припасикам приятненькие. В принципе, бонусы нам припасы обязательно нужны. В принципе, как раз на это и недельные контейнеры у нас гаражики валяются. Ну и в конце должны быть сейчас танкойны 18 штук. Их маловато, конечно. Зато в новых недельных контейнерах их будет уже гораздо больше. Возвращаемся обратно. Теперь перемещаемся к новым ультра-контейнерам. Недельным контейнерам. Нажимаем кнопку открыть все. 160 тысяч кристалликов, друзья. Это уже приятные бонусы. По 1500 на аккаунте без нато. Мне кажется, мне их хватит. Ну, наверное, месяц игры. Тем более, с теми дронами, которыми я играю. Я играю с дроном Брут, которые полностью прокачаны уже. Мне хватит реально этого надолго. Но, возможно, если мы в скором времени пересядем на другие дроны, то этого, конечно, количеством может и не хватить на пару дней. 128 танкоина. Тоже цифра приятная. У нас по итогу, друзья, 845 тысяч на аккаунте без доната. На котором я играю лишь, не знаю, 2-3 боя в день. И то бывает, что в некоторых моментах забываю и не захожу на аккаунтик. У нас, кстати, уже получается 674 танкоина. Я, конечно, в некоторых моментах подумал купить себе челлендж. По итогу, мне даже на него не хватает. Поэтому не расстроился. Давайте ультраконтейнеры. Напоследок ультраконтейнеры, которые реально могут что-то интересное нам принести. Я, по крайней мере, на это надеюсь до последнего. Поскольку 10 ультраконтейнеров, цифра приятная. Я вроде бы их получил за англоязычный ивентик, в котором мы участвовали. Там, где нужно было скринить. Возможно, ребята, которые участвовали, понимают, о чем идет речь. Поэтому мне даже не пришлось тут покупать новое вооружение, чтобы завершить все миссии. Ну что, ну пока такое. Максимально кисло. То есть, максимум зеленое было и все, что ли. У нас остается, наверное, ну парочку контейнеров. Не больше 10 тысяч. Приятно, но хочется больше. Хочется большего и все. Вот так вот 10 ультраконтейнеров у нас быстро закончились. И по итогу 874-76 даже тысяч кристалликов на нашем аккаунте. Цифры, конечно, на безнад аккаунте безумные. Максимально безумные. И я не предполагал, что на таком аккаунте у нас будет когда-то ближе к миллиону. Поэтому это, конечно, очень круто. Еще 10 дней премиум аккаунта. Еще 12 даже дней премиум аккаунта. Безумнейшие цифры. Мы можем забежать быстренько, забрать какие-то предметы. Да, бонусы за премиум аккаунт. Ежедневные миссии я пока что сейчас точно не буду выполнять. Если вам будет интересно, чтобы мы, возможно, как-нибудь, не знаю, заходили на этот аккаунт, отдельный видеоролик записывали, как мы там проходим миссии, может быть, просто как играем, как успехи, то тоже пишите в комментариях, если интересно наблюдать за этим бездонат аккаунтом. Что мы делаем, друзья? Теперь очередь закупки на этом аккаунте. Ну, во-первых, молота точно мы прокачиваем на один шаг. Я, кстати, стал прокачку вне видеороликов, до самих скидок, да, там, возможно, за 5 дней до скидок. Рассчитал, что скидка будет на МПК в воскресенье, поэтому думал, что успею прокачать на один шажочек. В итоге, что нам приходится сейчас ускорять, поскольку в другой момент мы этого, наверное, не сможем делать, поскольку сейчас действует скидка аж 70% на ускорение. Благо, хоть скидочка на ускорение хорошая, поэтому шажочек ставим еще. Один ускорили, один поставили. Возможно, если нам будет сейчас хватать довольно много кристалликов, станется, может быть, даже ускорим и полностью прокачаем на фул. Но сейчас будем ориентироваться от количества кристаллов, которые у нас будут оставаться на аккаунте. Теперь мы заходим куда? Защита, друзья. Максимально быстро покупаем третий слот. Наконец-то жду ваших поздравлений в комментариях, потому что слот третий уже, конечно, приятненько. Тем более, мы сейчас прикупим еще резистик от молота, который, я считаю, в данный момент на моем аккаунте будет более-менее активен. Аккуратно, возможно, страйкера можно было взять, но, честно, на молоте я, ребят, встречаю побольше. По крайней мере, там, где я и играю. Поэтому мы нажимаем кнопку улучшить, покупаем сразу же МК-2 скидкой 50%, поэтому должно все быть довольно грамотно. МК-6 уже и МК-7 за 85 тысяч тоже покупаем. Бэмс есть. Мы даже, кстати, не так много кристалликов по итогу потратили. Можно поставить, даже ускорить. Ускорить один раз, поставить на прокачечку. Возможно, модуль, кстати, уже установился. Посмотрим, давайте по-джески, что у нас красиво уверенной. 9-117. Неплохо. Было 8-800 вроде бы. Уже приятненько. А теперь, что мы хотим? Я хотел дроны себе прикупить минимально, хотя бы дрон-бустеры. Но по кристалликам, которые у меня остаются, мы можем себе позволить купить что? Может быть, даже 3 дрона? Может быть, купить 3 дрона и какой-нибудь еще резист? Либо же оставить кристаллики на будущее, потому что прокачивать дроны реально будет дорогостоящей удовольствием. Давайте точно покупаем бустера, потому что скидка 50% наверняка. Также улучшаем, также ускоряем, ставим на прокачку один шаг. Так, это хорошо, очень уверенно максимально. Есть 2 варианта, купить защитника и лавкача еще. Я думаю, 100% покупаем, потому что реально кристаллики остаются. Я, конечно, подумал, может быть, купить себе еще один какой-нибудь резистик дополнительный. Давайте купим все же дроны, поскольку все же эти дроны довольно актуальны. Я зачастую ими пользуюсь и считаю, что они как раз нам в будущем пригодятся. Конечно, баланс может быть в игре настолько сильно поменяться, что они будут больше не актуальны, но давайте прикупим. Может быть, конечно, тороплюсь, может быть, не стоило, но пока кристаллы есть, пока скидка довольно безумная. Я думаю, что как раз самый будет лучший вариант. Ну и лавкач, который стоит тоже 100 тысяч, довольно неплохо, довольно выгодно. Также ускоряем, также ставим на один шажочек, тоже приятный бонус. Остается 334 тысячи, друзья. А мы, кстати, забыли еще прокачать модули, которые у нас уже есть. Это громик, на один шаг поставим сейчас. Оп, улучшить. Ускорять не будем. И рельса тоже на один шажочек поставим, тоже ускорять не будем. Поэтому остается 300 тысяч, друзья. 300 тысяч, которые нам позволяют и дают возможность купить, наверное, что? Я думаю, что купим, наверное, все же резистик, либо пушку. Тут два варианта. Купить либо пушку новую, либо же защиту от страйкера, допустим. Потому что страйкеры тоже, бывает, попадаются. Если же пушку брать, друзья, я бы взял, наверное, какую-нибудь изиду. Но играть с тем дроном пруд, который сейчас есть и на других дронах пока что в ближайшее время вряд ли буду играть. Наверное, не самый гуманный вариантик. Поэтому, наверное, мы с пушкой пока что не торопимся. Я себе все же закуплю, наверное, резистик. Хотя рикошет, друзья. Рикошет, но учитывая те миссии, которые в нашей игре появляются, хотелось бы, конечно, другую пушку взять. Поскольку молот и рикошет зачастую в одной и той же миссии находятся. И если мы планируем дальше играть и выполнять миссии, конечно, рикошет будет не самый лучший вариант. Вот какая-нибудь жига, либо фризик было бы неплохо. Фриза, что ли, взять? Тогда на викинге будет не столь комфортно играть, к сожалению. Звуки сейчас, друзья. Давайте я звуки отключу, потому что в некоторых моментах, когда ты что-то рассказываешь, звук иногда даже напрягает. Дает сконцентрироваться. Тем более на такой довольно серьезной покупке. Либо фриз, либо же резист. Ну, поскольку резистов, честно, мне хватает в целом. Мне даже двух хватало в некоторых моментах. Конечно, приятно иметь все резисты. Но, не знаю. Давайте мы оставим покупку пушки на другой раз. Пока что с пушками не будем торопиться, реально. Потому что реально до конца не уверен. Не уверен в том, что нам пригодится. Купим себе модуль. Давайте модуль возьмем от Страйкера. Реально полезная штука. Тем более в данный момент частенько его используют. А те же Тесла тоже частенько используют. Но Страйкера я бы, если честно, предпочтел себе купить. Поэтому мы берем, покупаем Страйкера. Потихонечку прокачиваем. На все свои практические кристаллики. До МК-7. И, кстати, 116 тысяч как раз остаются те кристаллики, которые мы в дальнейшем можем себе позволить тратить на эти модули, во-первых. И на пушки корпуса, которые, возможно, стоят тоже в дальнейшем прокачивать. Поскольку мод лишь 13 шагов, который прокачивается на 14-й. А викинг, который 14 шагов прокачивается на 15-й. Ну и дроны, которые тоже потихонечку прокачиваются. Я не знаю. Возможно, в первое время будем лишь концентрировать свое внимание на дрон-бустер, который лишь будем прокачивать. Но если будет хватать, то, может быть, постепенно и все три дрона тоже вместе будем прокачивать. Я думаю, что, друзья, довольно все вышло неплохо. Я даже ожидал меньшего. Давайте, кстати, переоденем дрон. Посмотрим, реально, сколько GS теперь. А я думаю, что мы и так до этого, наверное, видели ту GS максимальную, которая сейчас есть на аккаунте до 9000. В принципе, GS довольно приятная максимальная. Поскольку реально на аккаунте мало играем. Максимально мало. Мы даже, если забежим в профиль, увидим, что у меня всего лишь 60 часов наиграно. Понятно, что сейчас повышенный опыт, повышенные фонды. Поэтому гораздо проще играть. Но жестко. Максимально жестко. Поэтому можем лететь в скором времени. Нагибать рандом. Выполнять ежедневные миссии, которые несложные зачастую попадаются. И довольно их просто выполнять. Те же даже 100 киллов набить на таком аккаунте. Но пару-тройку бить сыграть. И все будет. Наверняка, поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по поводу прокачки этого аккаунта. По поводу закупочки. Считаете ли я верно поступил, купив четвертый себе резист у страйкера. Да, конечно, одновременно все четыре модуля поставить не могу. Но напишите. Может быть, по-вашему, стоило все же купить себе новую пушку и на ней играть. Но я думаю, что если активно продолжим играть на этом аккаунте. Если вам интересно следить за этим аккаунтом. Да и в целом поддержите активностью этот видеоролик. И пальчиком вверх. То обязательно мы в скором времени накупим себе кристаллики. И возможно уже как раз приобретем себе новое вооружение. Поэтому от вас жду комментариев. От вас жду активности. Поскольку мы в зависимости от количества лайков будем открывать контейнеры на своем основном аккаунте. Один лайк равно один контейнер. Поэтому от вас требуется максимальное движение. Но, друзья, я с вами буду потихонечку прощаться. Поэтому не забывайте подобный видеоролик поддерживать пальчиком вверх. Как я ранее уже несколько раз повторил. Также не забывайте подписываться, клап, прожимать колокольчики. Если до сих пор этого не сделали. Ну, а с вами был Immortal Hero. Который сегодня пытался прокачать свой бездат аккаунт. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok